Дорогие друзья, добрый день! Рады приветствовать вас в офисе ДТА. Сегодня у нас необычное мероприятие. Мы решили, вернее, один из наших сотрудников, Оля Зимбаева, решил инициировать курс о изобилии. И, собственно, интерес к этой тематике, в общем, очевиден. Посмотрите направо-налево, залпнул. В начале встречи хочу уточнить, ребята, а кто здесь студенты? Ага, так. То есть вы бы хотели посещать как полноценные участники этого курса? Да. Да? Да, спортивнее. Да, здорово. Вот, остальная часть я просто вижу в наших коллегах, Вы тоже можете увидеть, они вот в футболочках, в толстовочках тематических сидят. Мы просто кинули информацию о начале этого курса на наши внутренние рассылки. И, как оказалось, в общем, тема была очень актуально воспринята нашими сотрудниками. И они попросились тоже походить на эти курсы. Поэтому, если здесь находятся специалисты, вот я вижу, какого-то из профессионалов, кто не является студентом, но хотел бы посетить эти лекции, в общем, вы можете это делать, можно делать это в качестве больного слушателя, да? То есть для студентов Оля создаст специальную группу, специальные списки, и там будут выкладываться задания, будут проходить и проверка этих заданий. А для больных слушателей после выполнения заданий не обязательно, но, я думаю, приветствуются. И наверняка вам будет тоже полезно. Кто не знает про ДТА? И тишина. Ну, смотри, не оператор ваших. Ребята, ну давайте, наверное, я долго не буду рассказывать про ДТА. Я сейчас небольшой анонс скажу от материалов, которые мы вам раздали. Мы вас обязательно всех попросим заполнить вот такую анкету. В анкетке обязательно разборчиво укажите имя, фамилия, и как вы будете посещать этот курс. Если вы будете полноценным участником, напишите «участник». Если вы будете вольный слушатель, напишите «вольный слушатель». Ну, вот участники – это те, кому нужно будет в обязательном порядке сдавать зачет по этой тематике. Еще хочу акцентировать ваше внимание. Тут много разной информации про наши образовательные программы, про политиканские программы, масса всего. Но вот здесь вот находится такой небольшой календарик. Это анонс нашей конференции, которую организуют ДТА. Мы проводим ее во всех локациях, во всех городах, где находятся, где есть офисы ДТА. В Воронеже IT Non-Stop будет проходить 21 марта. Я очень хочу вас попросить запомнить эту дату, не планировать никаких поездок, а просто приходить. Это большая конференция на тему IT, на тему разработки программного обеспечения. Сейчас формируем программу спикеров, что мы набираем. И, в общем, могу проанонсировать. Оля Дзимбаева будет одним из спикеров. Так что вот приходите, пожалуйста, будем рады видеть вас. Проходить конференцию будет в Воронежском государственном университете. 21 марта – это суббота. Вот, ну, давайте, наверное, перейдем ближе к курсу. Оля сейчас расскажет. Оля хочет, чтобы я немножечко все-таки рассказала про дат, несмотря на то, что руки не подняли, что не знают ничего про дат. В общем, что могу сказать. Что цифры уже неверные будут. Тысячи плюс девятых уже не актуальны. Тотали тысячи сотрудников у нас в компании. Да, действительно, это много. Много центров разработки, 10 локаций. У нас два центра разработки в России. Это Санкт-Петербург и Воронеж. Воронежский офис самый большой. На сегодняшний день у нас 362 сотрудника. То есть, вы представляете себе масштаб компании. На трёх этажах мы размещаемся в этом здании. И, в общем, планируем расти и развиваться дальше. Проекты интересные, проекты классные. Много офисов в Украине. Там порядка шести офисов. И открываются новые локации. Мы недавно открыли офис в Люблине. Сейчас в Люблинеском офисе порядка семидесяти сотрудников. Вот тоже офисы растут, развиваются, бурлят. Вот, ну, прозвольные и дальше далёкие офисы не буду рассказывать. Вот, там, основном, сейлс-менеджеры и те, кто занимается работать с клиентами. То есть, там, в девелоперских центрах там нет. Технологии у нас разные. Большинство технологий. Ну, приоритет, наверное, это тут нет, джава. И потом большой блок – это другое. В другое, в общем, относятся вот всё, что вы знаете. Это и руки, и бетон, и строительный C++, и PHP, и масса-масса всего. Большой блок – это тестирование, да, тестирование. Вот, наверное, Оля, может быть, остановится поподробно на этой тематике. Это большой блок IT-специалистов, которые очень важны и нужны IT-проектам. Ну, и, собственно, наверное, блок и забудете, да? Остальное, как бы, цифры большие. Компании сейчас 17 лет. Воронежскому офису 8 лет. И, в общем, я вас приглашаю всегда участвовать в наших инициативах, как образовательных, так и каких-то развлекательных. Вот, обязательно приходите, присоединяйтесь к нашим сообществам. Информация есть в файликах. Если не подписаны, не получаете рассылку и новости о нас, в общем, уложите свой e-mail, будем рады подписать вас на какие-то полезные анонсы. Вот, теперь я хочу представить Олю Зинбайл. Это наш эксперт, наш коллега ВТА. Оля, тебе слово. Спасибо. Ну, вот в такой случае перейдем ближе к курсу. Вот. Произирование в пользовательских интерфейсах. Мы вот так на входе. Начальство того, что это в пользовательский интерфейс. Собственно, это система правил-средств, рекомендирующая, обеспечивающая самодействие программ с пользователем. Ну, это если очень скучно, так, вы, конечно, сами всегда видели, что такое пользовательский интерфейс. Это как бы разговор до любого сайта. Это любое приложение на Android, на iOS. Все, что вы видите на iPad, на своих iPhone и так далее. Ну, сюда еще также относятся всякие интерфейсы, ну, ну, допустим, банковских терминов и всего прочего. Чтобы не забудут вас сразу в терминах. Мы тут говорим как бы о юзабилити, говорим о пользовательских интерфейсах, говорим о юзер-экспириенс. Это примерно все об одном и том же. Поэтому сразу объясню разницу. Собственно, юзер-экспириенс – это такое глобальное обобщение с, как же так, юзабилити и дизайна. Это именно опыт взаимодействия пользователя с каким-то интерфейсом, с каким-то продуктом, приложением. Юзабилити – это более узкое понятие, которое входит в юзер-экспириенс и обозначает степень, в которой, собственно, продукт может быть использован пользователями и насколько удобно он может быть использован. Здесь, кстати, сразу скажу, в определении написано, что конкретный пользователь, в конкретном контексте для определенной цели. Это очень важно, но расскажу об этом побольше. Эргономика – это, скорее, русское понятие. По сути, это то же самое, что юзабилити. Но тут есть маленькая деталь. Эргономика еще включает в себя, скажем, физический опыт взаимодействия с различными продуктами. Например, это может быть не только приложение, но также эргономичность машины, ну, каких-то физических сутказ. То есть, может быть, эргономичная мышь, вы наверняка все такие видели, и так далее. Вот, немножко расскажу про курс. Собственно, изначально он ориентирован на студенты в ККМ четвертого курса. Вы так можете поднять руки, пожалуйста? Спасибо большое. Для вас это будет засчет. Для всех остальных, как я уже сказала, это будут больные слушатели, которые могут посещать и им могут задавать вопросы, а также продолжать практику, но как бы с вас спроса не будет. Терория будет заключаться в третьей эргенции. Включаем работу. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Так, хорошо... Продолжение следует... 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 Она здесь чёткая, она здесь красная, она ярко выделяется, понятно, что это кнопка, потому что она выглядела и так далее. Допустим, мы хотим изображать этот ноутбук, он сразу добавился в картине, это очевидно, у нас как раз работала анимация, всё замечательно, красиво. Мы можем перейти сюда, посмотреть, что у нас в картине. Дальше, опять же, у нас очевидно, какое действие нужно сделать дальше, потому что есть большая кнопка «Оформить заказ», и практически ничего нас от этого пути к направлению заказа не отвлекает, мы просто кликаем «Оформить заказ» и идём дальше. Дальше, понятное дело, есть на регистрации или хотя бы по номеру телефона, поэтому дальше мы с вами не пойдём. Но, что хотелось показать, это как бы о хорошем интервью, о более-менее хорошем. Что касается блокового телефона? Есть у нас сайт Red, который, наверное… Что делать пользователю, когда он опять? Впасть в эпилепсию. Ну, первое, что хочется сделать, это, конечно, закрыть, потому что, в самом деле, это ужасно. Тут даже взгляд нигде ни за что не цепляется, потому что блоков очень много, потому что информации слишком много, она никак не выделена. Но у нас в шапке есть 20 лет работаем для вас, 20 лет наделаем интервью. Простите, ну, в плане сайта, я не знаю, как они работают конкретно. Дальше у нас есть много пунктов меню, которые говорят о подарках, о скидках, о вакансиях и так далее, что мне, в принципе, не интересно. Дальше, допустим, у нас идет курс «Хорошо». У нас есть категории, которые я могу выбрать себе ноутбук. Ну, а что происходит дальше? Допустим, мы хотим себе купить наш Hewlett Packard. Как вы видели, и Hewlett Packard, и DNS, они, в принципе, понимают, что это Hewlett Packard, и они сразу выдают нам товары этой кирпе. Что нам говорит Red? Red нам говорит, контроллеры, блок шестеренок по HP, какие-то, я не знаю, бумаги для Plotter, какие-то резиновые валы и так далее. Все что угодно, кроме ноутбука. Замечательно, но при этом он, тем не менее, предлагается детализировать нашу категорию. Мы можем выбрать ноутбуки. Ноутбук. Хорошо, что мы здесь видим? Мы здесь видим какое-то короткое описание, но, допустим, это приемлемо, хотя вы видели, что, допустим, на том же Hewlett Packard сделано по-другому. И в DNS оно сделано гораздо более приятно, в виде таблички здесь сразу все понятно. Что касается RET, на RET, что очень неудобно, мы вообще не можем никак сравнить два товара, кроме как открыть на отдельной странице или в отдельных платках и, собственно, переключаясь между ними, посмотреть какие-то характеристики. У них нет функции сравнения. Вообще никакой. Поэтому остается только заходить внутрь, ждать пока сайт прогрузится 2 секунды, видеть громадную картинку нашего ноутбука и проламываться через вот эту неудобную таблицу со всякими параметами. И даже если мы все-таки решили купить с вами ноутбуку у этих компаний, поскольку магазинов много, цены приемлемые и так далее, то мы, допустим, выбрали эту модель. Нажимаем купить. А что, по-вашему, должно произойти, когда мы нажимаем картину? Это замечательно. Но это еще не все. Обычно сайты или все сайты, потому что это уже просто поискраски, это как-то гайдлайны по… Ну, это уже общепринято. Когда мы добавляем что-то в корзину, у нас справа вверху есть корзина, которая подсвечивает сколько у нас там товаров. Да, хорошо. Ну, собственно, не важно. Мы отнемся вверху. Тут вот у нас корзина, допустим, внутри, она сразу показывает количество товаров, которые мы хотим купить и даже сумму наших покупок. Но здесь не совсем правильно они сделают, что корзина внизу, потому что пользователи ее там не ожидают увидеть. Обычно она полагается вверху, в шахте. Что касается дайонета, мы возьмем что-нибудь в наличии, допустим, вот такой. Нажать на руку. Нажать на руку. Неочевидно, потому что она даже не выглядит как кнопка, а выглядит как кнопочка. Добавить в корзину, в корзину, хорошо. Действительно убрать по праву, прекрасно. Ну, в общем, хорошо. Но здесь хотя бы есть корзина в шапочке, которая показывает количество товаров добавленных. Мы можем в нее перейти и дальше либо очистить корзину, либо, я так полагаю, оформить заказ. Где? А, нужно выбрать магазин, где мы его заберем и так далее. Хорошо, не суперудобно, но тем не менее приемлемо. Что касается рэта. Нажимаем кнопочку купить. Как мы уже выяснили, кнопочка в корзине не переходит на корзину, а просто убирает товар. В шапочке у нас есть корзина, которая неожиданно оказывается после поля поиска слева. Или мы ее абсолютно неожиданно увидим. Более того, это просто кнопка, которая даже никак не обозначается никакой иконкой, которую мы обычно видим на разных сайтах. Типа тележки, типа, ну, собственно, людей, как тележки. Поэтому мы переходим к этой показе. Что происходит дальше? Дальше мы должны, собственно, увидеть по-хорошему только эту кнопку. Оплатить заказ или оформить заказ. В общем, то, что нас дальше приведет к покупке. К тому, что мы потратим деньги на этом сайте, на этот магазин и получим свой товар. Ну, а что мы видим у РЭКа? Мы видим море болезня FIO, телефон, электронные почты. Достать по адресу. И море одноцветных кнопочек, типа, очистить, новые, что новые, вообще непонятно. Сохранить, заказать. Допустим, я хочу заказать. Спасибо за выбор нашего магазина. Желаем, чтобы вам так что произошло, непонятно. Внимание, куда мы заказываем. То есть, что произошло, вообще, в принципе, непонятно. Что делать дальше, опять же, непонятно. Что мы делаем, как пользовательные пункты? Уходим. Закрываем. Также я вам сразу скажу, что я вчера лазила по всем этим сайтам. И что касается Юрмаха, допустим, там есть оплата кредитной карты. Как все привыкли, там выбрать тип кредитной карты, виза, допустим, ввести ее номер, ввести ее PIN. Все замечательно. Деньги списываются со счета. Товар, как и у нас. Наш ожидает нас либо по какому-то адресу, либо нам его доставят. Ну, в общем, все. Мы деньги потратили, дальше это уже проблема. Что касается РЭТа, то у них вот там вот справа написано мелким текстом о том, что они принимают кредитные карты, как платят, но, к сожалению, не в их интернет-магазине. То есть на сайте вообще оплату произвести нельзя. Можно только оформить заказ, потом вам скорее всего кто-то перезвонит, и вы все равно пойдете пешочком в магазин, отдадите им бумажные деньги и только потом получите свой номер. И, собственно, поэтому даже смысл этого интернет-магазина теряется, поскольку он не приносит сразу в карман своего владельца никакой прибыли. Так, вопросы тут есть? Есть. Мы сейчас провели краткое тестирование... Простите, а мы сколько ставим? Сергей Голубов, компания «Этипаж «Градни»» и Юсия Рабович. Мы сейчас... Можно с места, да? Конечно. Провели краткое тестирование трех проектов, в которых совершенно разные бизнес-модели. Ну да, согласна. Вот, поэтому насколько корректно это сравнение и осуждение сайта Раб относительно Юлок, если Раб, как мы все знаем, компания, заточенная на розничную торговлю, а Юлок, Юлок, то именно на продажу товаров вообще не нужно. Может быть, и тот другой сайт, в честь изменения конверсии, удовлетворяет этот плагет? Ну, простите, как он может удовлетворять, здесь даже нет оплаточки с сайта? Они его тем не менее инициировали как интернет-магазин, нет? Или это просто справочный товар? Никуда выходить не надо. Никуда выходить не надо для чего? Да вот, доставка 300 рублей. Так и сляплата невозможна. Но к вам все равно приедутся деньги. Правильно. Хорошо. Смотрите. Действительно, это уже детали. И вы, как можно сказать, их специалист, знаете, что сравнение не совсем корректно. Это действительно правда. Потому что бизнес-модели у этих сайтов различны. Но, тем не менее, суть этого примера не в том, чтобы сравнить эти модели и сказать, что Раб – это очень плохо и юмор – это очень хорошо. Суть просто в том, чтобы показать людям, которые не знакомы с юзабилити и с юз в принципе, что так делать не надо. Что в конкретных мелочах делать так не надо. Допустим, пример с картиной. Примеры, что у нас еще было с категоризацией и так далее, с поиском. То есть я не говорю сейчас, что юмор – это манна небесная, а Ред – это все ужасно. Нет, они имеют право на существование оба. И поскольку Ред с нами 20 лет, уже, наверное, он как-то выживает. Наверное, у него есть какие-то свои плюсы, доставка и так далее. А ты даю. Ответил на вопрос? Ну, не вполне. Но здесь можно углубиться, на самом деле. Ну, это более детально. Я не думаю, что нам на первой лекции стоит сейчас спорить о том, что адресно смоталик и так далее. Дальше. Собственно, какие у нас свойства хорошего интерфейса должны быть? Это повышение конкурентоспособности в первую очередь. То есть, ну, как мы уже посмотрели, если мы заходим на сайт Ред, и он грузится в течение трех секунд, то первая наша реакция – это закрыть этот сайт и уйти от его. Подальше куда-нибудь и сходить максимум. Может, у меня в этот магазин, потому что так будет проще. Поэтому одно из свойств хорошего интерфейса – это повышение конкурентоспособности. То есть, когда мы открываем сайт, он должен нас привлекать в магазин, он должен привлекать для работы на этом сайте и, соответственно, повышать нашу конкурентоспособность. Снижение стоимости разработки. Ну, здесь имеется в виду следующее, что обычно, ну, как необычно, иногда проекты разрабатываются следующим образом. У нас есть какая-то идея, мы не проработали, мы просто сразу начали что-то писать, ходить, у нас что-то получилось, и мы этим пользуемся вся тобой. Здесь имеется в виду снижение стоимости разработки – это если вы хорошо продумаете интерфейс в начале, то потом вам не придется его 300 раз переделывать или искать, почему у вас падает конверсия, и, собственно, на это тратить лишний день. То есть, имеется в виду, что проектирование интерфейса должно быть первым этапом разработки, даже не первым, но одним из начальных этапов разработки программного обеспечения, и поэтому снижение стоимости разработки всего 5 дней. Что касается уменьшения затрат на обучение и поддержку пользователей? Это скорее про некие внутренние проекты. Ну, допустим, какое-нибудь приложение, которое медсестры используют у себя на саппорте в каких-нибудь клиниках. То есть, основная цель этого приложения – завести новому клиенту в систему. У нас этого, кстати, нет, но в Штатах есть определенные системы, там EHR называется, где это все уже на высоком уровне. В общем, суть в том, что это некие внутренние приложения для внутренних целей, которые постоянно… люди, с которыми постоянно работают в пределах одной области. То есть, опять, допустим, медсестре надо завести какого-нибудь пациента. И тут свойство хорошего интерфейса будет в том, что этот персонал, этих медсестер, не нужно будет обучать работе с этим интерфейсом. Он должен быть интуитивно понятен, чтобы они просто зашли, сразу увидели, где какая кнопочка предлагает нового пользователя и сразу приступили к работе. И не будет никаких многочасовых лекций по тому, как работать с интерфейсом и т.д. И вообще, кстати, сразу скажу, если нужно проводить какое-то обучение по работе с интерфейсом, то интерфейс плохой. Снижение риска ошибок – это имеется в виду во всяких системах, ну, допустим, банковских переводах, где очень критично или очень высоко ценные ошибки. Допустим, если вам нужно ввести какой-нибудь счет для перевода туда денег и вы там ошиблись, то это критично для вас. И интерфейс должен быть построен таким образом, чтобы эти ошибки снижать. Ну, допустим, сразу проверять номер карты владельца на соответствии его каким-то стандартам, или хотя бы что такая карта существует. Такие мелочи. Но это потом рассмотрим детали. А можно вопрос? Да. По поводу снижения стоимости разработки, я не очень понял. Чем меньше мы потратили на создание интерфейса, тем лучше инструкции? Нет. Так, давайте попробуем другого. А, ну, это примерно как... Ну, смотрите, есть, допустим, у человека какая-то идея. Он приходит с этой идеей и говорит, я хочу сделать что-то, не пойми что. Мы берем девелопера и он начинает сразу все это делать. При этом вообще картинки какой-то в голове у нас вообще нет, взаимосвязи с этими блоками, нужно ли, не нужно, какие-то детали вообще не продумано. Поэтому мы просто начинаем находить в определенный момент, мы понимаем, что мы находили какую-то секью абсолютную, у нас это вообще не работает, пользователи уходят, конверсия падает и так далее. Поэтому, что касается снижения темы, стоимости разработки имеется в виду, что перед тем, как начинать входит, мы должны взять и специалиста, бизнес-аналитика, и специалиста, и дизайнера, поговорить с заказчиком. Вот эту всю общую картинку своего приложения себе сформулировать. Всем им надо заплатить деньги, правильно? Естественно, да. Если вы хотите получить хороший интерприз, то им всем надо заплатить деньги. Это может быть один человек, кстати. Вот, собственно, нет, ну стоп, вы говорите про деньги. Пока мы начинали выходить в эту неоформленную идею, мы уже потратили море денег. Но мы потратим еще больше денег, пока мы будем это все переделывать, потому что оно не работает. Поэтому лучше вначале заплатить за разработку хорошего интерфейса, за проработку ее, и потом только начинать входит. По практике денег на это выходит гораздо меньше, чем первый вариант. Есть такая аксиома, мне она очень нравится. Хороший дизайн пользовательский интерфейс подразумевает, что программа соответствует ожиданиям пользователя о том, как она должна себя вести. То есть, по сути, неважно, какую идею вы туда заложили в ваш пользовательский интерфейс, то есть вы, как разработчик, можете наблюдать за вашим пользователем и говорить, да нет, это должно работать совсем не так, тебе надо было кликнуть вот туда, туда, и потом бы у тебя получился вот такой результат. Это не важно. Если вы пытаетесь обучить пользователя, как работать с системой, то у вас просто плохая система, и у вас просто плохой UX. Система должна сама за себя говорить, как с ней работать, и она должна быть просто интуитивно понятна. Что она для тебя? Например? Ну, например, как вы будете работать в Матхаде для благей математики? Ну, послушайте, это уже... нет, столько. Вот здесь, кстати, очень детальный вопрос. Матхад — программа не для всех, согласна? То есть у неё есть свой контейнер-пользователь. То есть мы сейчас в том, что сделаем интерфейс для всех? Ну, смотрите, есть широкая... как это называется? Широкая аудитория, да? Для таких сайтов, как YOLO, Mocteret и так далее. То есть любой из нас может зайти и купить эти модели. А Матхад — это всё-таки ориентирован на UX для пользователя, который владеет математикой, которому нужно создавать эти модели. То есть это очень такой узкий предмет, и у него должен быть свой интерфейс, ориентированный на конкретно этого пользователя, который владеет математикой и должен моделировать Матхад. Вера, ну давайте тогда сразу введём какую-то другую компанию, и компанию, которая из обеспеченных разработчиков заказывает инструменты для своих собственных бизнес-моделей. Или медицина, например. Ну, это может быть какая-нибудь оценочная деятельность. Я понимаю, но чтобы правильно разработать медицинские интерфейсы, надо же, наверное, объяснить медицину в таком случае. Но вот поэтому работа разработчика — это ещё и национальность, прежде всего. Он должен уникнуть в эту область, действительно, он должен оптимизировать всех этих пользователей и только потом начать национальность. Так что мы хотим обвести? Мы хотим различные две, как я скажу, плотности в деятельности людей, которые занимаются проектированными пользователями. национальность. Поскольку сейчас… Ну, я выяснил, что есть два больших направления. В первом случае, мы решили, чтобы ищут компании продуктовые, большие типа вот там «УРУ», «Яндекс», вот кто делает продукты, его поддерживает. И это определяющий методерий, для их бизнес-модели губляческих конверсий. И есть другая модель, когда интересы работают как-то с ними, например, какой-то, какой-то, который делают сайт. Они не делают продукты, они делают маленьких продуктов на заказ, которые демонстрируют и не видят дальше. То есть они не улучшают индивидуальную комиссию, ничего. Это уже проблемы с отдачниками в дальнейшем. Это, на мой взгляд, две очень разные задачи. Но тут на самом деле есть еще и третья задача. Есть задача проектирования, как Вы правильно делаете, всяких внутренних продуктов. Я имею в виду продукты, проектированные на какую-то узкую целевую территорию. Да, именно, да. Это вот я к третьему относился к второму. Я сказал про веб-студию, но это я сказал условно. Ну вот, да. Да, то есть мы, скажем, компания, которая стержит какой-то режим. То есть что сказать? Я бы хочу рассказать, к чему? Попробуйте. Я бы сказал, если мы рассматриваем, специализируем какой-то софт, то если мы даже не подготовим человека, то он совершенно не сможет придумать и пользоваться, как должна вести себя программа. У него нет, это взяться ожидания. Поэтому вот то, что Вы рассказали чуть выше, если требуется отоплечения интерфейс плохой информации. Интересно. Медик часто появится за маму. Я бы позволил. Он должен быть готовым к программе, у них специализации. Специализации должен планировать. В кулуарах можно обсудить, собственно. Я ненавижу фотошоп. Но вот у нас есть фотошоп. И специалист, который его обожает. Но он дизайнер. Скажем так. Давайте сразу обозначим, что есть еще такое понятие, как кривая обучения. Это, по сути, означает, что должно пройти некоторое время, когда человек привыкнет к какому-то интерфейсу. С тем же фотошопом. Да, надо понять, что там где-то включаются эти несчастные лейеры, там у нас кисточки, там у нас карандаши и так далее. Вопрос удобства интерфейса в данном случае в том, насколько вот эта кривая обучения, насколько она, скажем, длинная. То есть, если она слишком длинная, и вы просто уже все запутались в этом интерфейсе, то все, вы ушли. Она должна быть достаточно короткой для вашей цели. Но, опять же, фотошоп вы не придете к неподготовленным пользователям. Не знаю, что такое листочка, не знаю, что такое слои, не знаю, что такое тени и так далее. Можно прийти, но, по-моему, я буду сразу учить, как сделала я. Потому что мне, допустим, фотошоп для своих целей не нужен. Я открываю Maximum Paints, закрашиваю какую-то штучку, сохраняю память. Дима, есть? Есть же еще программы, которые не подразумевают изобилить вообще. Это банки для оборудования, но банки для программы. Нет таких программ, которые не подразумевают изобилить вообще. PlayFall. Программы Рабульска. Там есть защита от жировка. Там сделано специально все так, чтобы украинские люди. Так, стоп. Во-первых, при заявлении защита от жировка это будет изобилие. Только она ориентирована на то, чтобы пользователь не ошибся в данных. Если он ошибется, это потому, что цена ошибки действительно прилична. Поэтому, если защита от жировка это нет. То есть там вот, что же самое, у них есть остальные. Получается, любой человек может войти в комнату и ввести любого пациента? Нет. Естественно, там должны быть защиты, пароли и так далее. Зачем тут не забили? Я не забыла. Сергей Буковневич, доказательствует. Он стоит учитывать. Я переделаю свою свою семью. И вообще не встал. Если его там нет, она понимает, что это не разборчиво. Ну, она, тем же, ареста происходит. Зачем тут что-то не из-за того, что мне написать. Коллеги, давайте немного отмотраем этих фермеров, потому, что сейчас, мне кажется, вот, начинается скоро один. Давайте вот, ему примем два. До свидания не забывали. Интерфейс — это инструмент для взаимодействия между человеком и машинами, которым самим межзабильным. Если случилось просто взаимодействие, значит, межзабильный есть. Правильно? Да. Разные категории у нас есть школьники, здесь есть бабушки, которые с разным межзабильным. Для всех разных межзабильных. А чём это? Чем это? Чем это? Людей, кто младает? Давайте мы будем дискутировать, но если мы вернёмся, кстати, к тому, что такое юзабилити, то здесь написано, для конкретного пользователя, конкретный контекст, конкретной цели. Это означает, что если я создаю приложение для бабушек, то я должна ориентироваться на бабушек. И там должны быть кнопки вот такого размера, мы должны понять какой контекст использования этих бабушек. То есть они явно там в трамвае на своих смартфонах не пользуются. Они, скорее всего, будут здесь за каким-то допотопным компьютером, который внучек их научил пользоваться, включать и сожмакать на одну большую кнопку, которая будет вам говорить, там оплатить свой счёт для ливии или иной. Согласны? Можно ещё одну ремарку? Ну, просто, чтобы хотел подытожить. Вот, товарищ, я хотел раскладываться, может быть, это не совсем удачно. Я бы хотел заметить, что юзабилити можно как в половине, так и отрицательно. Вот откуда взялась вообще потребность у бизнеса юзабилитов? Из-за того, что юзабилит, условно, пришёл и сказал, я могу делать, чтобы человеку было удобно, и я могу делать, чтобы человеку было неудобно. Что вы выглядите? А бизнесмен сказал, о, отлично, тогда мы сможем человеком поуправлять. Поэтому употребляем где-то положительный юзабилит, а где-то отрицательный, а мы здесь выходим уже на управление и поведение пользы. Так, у нас первая лекция, давайте мы будем давать глубокую дискуссию. Нет, я просто, опять же, тоже кто-то, коллега. Спасибо. Дима, есть кто-то? КОНЕЦ По сути дела, я просто устроена изначально была фотография для того, чтобы мы могли бы подразумевать. Вот, в первичном учёте, это всё разрушает по программу, заходят сзади, сзади, сзади. И за все время существования фотошопа, фотошопа завелся кучей ненужной. То есть, первоначально, это проблема корпорации оба. Из-за этой проблемы они начали собирать куча дополнительных инструментов. По поводу Fireworks и прочее, прочее. И сейчас здесь, в самом фотошопе, очень много исключений. Именно поэтому мы создавали стечи. Мы создавали стечи среди кучей, но закончили плотный дизайн. Давайте уже дальше. Дальше. Что касается основных мифов про юзабилити. Многие считают, что юзабилити — это просто графический интерфейс. Графический юзер интерфейс. Собственно, ну, скажем так, поскольку грамотность в теме юзабилити у нас сейчас маленькая, это многие считают, многие разработчики даже когда приходят и говорят, сделайте нам хорошей юзабилити. Что они имеют в виду? Ну, вы нам вот там подкрасть шапочку в зеленый цвет, вот здесь вот на кнопочке сделайте побольше, чтобы пользователям было удобно, вот там корзину и кнопку перенесите там направо. И вообще это какие-то цвета, стили там, ну, в общем, чтобы красиво было. Почему это неправда? Потому что юзабилити — это, собственно, все, что здесь перечислено. Это, прежде всего, это эффективность. Кстати, я надеюсь, что с английским не у кого проблем нет. Так, прежде всего, это эффективность. Это означает, что на нашем сайте, вернее, наш сайт может быть призван удобным для использования, если пользователь достигает своих целей. Если он не достигает своих целей, неважно, почему, не нашел он эту кнопку или там нет такой функциональности в принципе, то сайт все, он больше не юзабилит. Efficiency — это насколько быстро человек может дойти до своих целей. Это вот, опять же, на примере, не очень логично, наверное, но ладно. На примере РЭТа — насколько быстро мы купили вонбук там, и насколько быстро мы могли его купить на юморте. На юморте — это три клика, на РЭТе — это пять кликов, и каждая страница просится по три секунды, и все, мы его закрыли, ушли с сайта. Learnability — здесь имеется в виду, насколько человек быстро сможет привыкнуть к инсультизму, насколько он интуитивно понятен. То есть надо ли ему там читать какие-то мануалы, знакомиться с какими-то, я не знаю, проходить какие-то курсы по работе с этим интерфейсом. Кстати, ну, в Photoshop есть море курсов по работе с Photoshop, значит, это уже логий интерфейс. Вот. Собственно, насколько он интуитивно понятен. Minorability — здесь уже более такая детальная штука. Это означает, что если пользователь сегодня первый раз зашедший к вам на сайт завтра вспомнит, как на эти картины. То есть это некая такая, как сказать, память о том, как пользоваться сайтом. Ну, опять же, в тему того, насколько он интуитивно понятен. Hero handling — здесь имеется в виду, ну, допустим, вы, наверное, много раз видели. Сейчас, чтобы это уже не прийти. В общем, это обработка ошибок. Причем обработка ошибок должна быть не после того, как ошибка уже произошла. То есть, допустим, пользователь взял, я не знаю, пароль. Пароль восьмизначный, а нужно было двенадцатизначный пароль. Error handling — это, прежде всего, ревентирование этих ошибок. То есть, прежде всего, форма с паролем нам должна сказать, что пароль содержает 12 символов. Там из них 8 английских, 5 русских, 3 клубы, 3 цифры и так далее. То есть это то, что помогает нам эти ошибки избежать. User satisfaction — это такая субъективная вещь, типа нравится, не нравится. Вот мне здесь ротовая кнопочка нравится на этом сайте, а вот здесь мне там зелененький планшетик понравился. В общем, это субъективное мнение о юзерах в интерфейсе. Собственно, порекомендуют, а не этот сайт вам не приведет. Дальше. Тестирование юзабилити — это просто. Опять же, пользователи, которые никогда не сталкивались с юзабилити, говорят, что за что мы сейчас спросим, ну там какой-нибудь бабушки на улице, нравится ли ей этот сайт, нравится ли ему использовать этот сайт, и все. Как бы и да, и нет, и все понятно. На самом деле здесь перечислены различные методы исследования юзабилити, о которых мы будем говорить в течение курса. Ну так, если какие-то основные выделить, то, допустим, экспертное ревью, которое у нас внизу написано, это, собственно, когда эксперт по юзабилити проходит по сайту, примерно то, что мы сейчас сделали с вами с РЭТом, и говорили, что вот у вас там корзина находится неправильном месте, если мне попасть в практику, там меню должно располагаться, допустим, слева, а не справа, и так далее. То есть это некие такие рекомендации от эксперта. А их убирить ответственников нет, что ли? Странно. Ну ладно. Ладно, я не буду на них остановиться, потому что это реальность. Что за свою сортировку карточек? Это вот вопрос на тему «должной» или что это? Нет, я просто не мартуал. Ну, если… Если вы мне вас признаете, что я хочу использовать на сайте. Карточная сортировка, она проводится для того, чтобы понять, насколько нам правильно построить категоризацию на сайте. То есть, опять же, мы видели на нашем РЭТе, у нас есть ноутбуки, компьютеры, планшеты и так далее. Карточная сортировка бывает открытая и закрытая. Это означает, что у нас есть некие определенные группы. Допустим, мы даем пользователям несколько карточек, на которых написано «компьютеры», «ноутбуки», «планшеты». И еще даем море других маленьких карточек, которые должны быть распределены между этими двумя категориями. Допустим, там, я не знаю, «айпады», «андроид», «планшеты» и так далее. Пользователь должен взять все эти маленькие карточки и расспросать побольше. И правда, что они не уловили, но не уловили. Заказчик знает, как делать ему хорошо. Это, на самом деле, самый страшный вид, с которым мне приходится сталкиваться в жизни. Потому что постоянно, когда у нас возникают какие-то вопросы по проектам, разработчики всегда говорят, что мы типа тут, зачем еще какие-то специалисты, зачем нам юзабилисты, зачем нам аналитики. Мы просто спросим у заказчика, что он хочет. Заказчик нам скажет, что он хочет, мы запилим ему, что он хочет. Но заказчик евроферов никогда не знает, чего они хотят, на самом деле. Потому что он может сказать, я не знаю, я хочу систему, которая будет приносить мне прибыль. Все. Это его основная цель. Как она там будет приносить эту прибыль, ему не важно. У него может быть какая-то глобальная идея о том, что это должно быть, я не знаю, веб-сайт продающие ноутбуки. Но как там, какие контролы будут расположены, какая будет категоризация, где будет находиться кнопочка корзины и так далее, он этого всего не знает и он это не должен знать, потому что он не специалист. Поэтому спрашивать у заказчика, конечно, нужно, что он хочет. И нужно постоянно с ним иметь постоянные дискуссии насчет того, что правильно ли мы делаем, правильно ли мы вас понимаем и так далее. Но ни в коем случае не делать ровно так, как вот он захотел. Вот он захотел розовую кнопочку с рюшечками, надо сразу задавать вопрос, вот зачем тебе эта розовая кнопочка. И я вам точно скажу, он вам не ответит, зачем я говорю. Дальше, юзабилити нельзя измерить. Ну, здесь имеется в виду то, что многие считают, что юзабилити это очень субъективная вещь, что это просто сайт нравится или не нравится. Но это не так, потому что, как мы уже видели раньше, есть очень много техник по измерению юзабилити, по тому, как это можно все протестировать. А что здесь, ну, какие метрики могут быть самыми такими часто встречающимися. Это success rate. Имеется в виду, что вы пользователю, допустим, юзабилити тестирования говорите, что нужно сделать определенный таск. Допустим, положить ноутбук в корзину. Если он его выполняет, то success rate, допустим, хороший. Если он его не выполняет, то среди многих пользователей success rate, естественно, у вас падает. То есть это вполне себе количественная метрика. Time and task requires. Это замеряется, собственно, время на прохождение определенного сценария. Соответственно, если, допустим, на рейте опять же он у нас 15 секунд занимает этот добавление товара в корзину, то на юморте это 2 секунды. Тоже количественная метрика. Error rate. Означает, какое количество ошибок вы делаете на протяжении выполнения своего таска. Если вы там два раза ошиблись, как на рейте, опять же положили товар в корзину, потом нажали в корзине и застряли на 2 секунды, потому что вы не попали в корзину, а выбрался из корзины, это ошибка. И это тоже опять же количественная метрика, сколько ошибок вы делаете на рейте. Ну и subjective satisfaction. Почему она здесь обозначена как метрика? Потому что ее тоже можно измерить. Например, на том же юзабилити-тестировании мы можем провести некое инкетирование, спросить у пользователей, допустим, насколько вам понравился сайт, поставьте там рейтинг от 1 до 5. Порекомендарь валили бы его друзья, тоже опять же, от 1 до 5 и так далее. То есть это в принципе тоже можно измерить. Может быть не столь точно, как, допустим, время на выполнение таска, но тем не менее не было. Что касается методов, ну, начну с третьего, Google Analytics, потому что, наверное, он во всем знаком. По нему, собственно, можно посмотреть, какое время пользователь тратит на выполнение определенного сценария, по каким страницам он ходит, сколько времени он проводит на определенной странице и так далее. И также, что более важно, где у нас падает, допустим, конверсия. При переходе со страницы первой на шестую у нас там, допустим, 20% пользователей отваливается, потому что кнопку не нашли. Клик с маус. Проще было бы показать на самом деле. Наверное, на самом деле. Сейчас. Карта клика. Выглядит это примерно вот так. То есть определенные филзы, которые во время тестирования пользователя определенного приложения трекают, как он перемещал мышку, где он кликал, где не кликал, и здесь показываются зоны, где он, допустим, больше всего фокусировался. То есть, ну, вот эти вот зоны слева, это понятно, что он там, допустим, кликал и фокусировался больше всего. Какие-то одинарные точки, это значит, что он там просто валял внутрь. Что касается айтрекинга, у нас это будет на следующей лекции. У нас вот и все есть айтрекинг, и у нас есть специалист по айтрекингу, который вам все это покажет на следующей лекции и даже даст побаловаться с этой штукой. Значит, как это выглядит? А, давайте мне разводу. Это точно так. Только там движение было. Ну, в общем-то, да, демоправ это практически то же самое, что у правдокликов, только мы следим не за мышкой пользователя, а за движением демоправ. Ну, так, для вдохновления вот. Смотрим. Так, а друга не будет там. А друга не будет. Ну ладно, понятно. В общем, суть в том, что можно управлять с помощью глаз некими оборудами, каким угодно. Ну, вот, допустим, парень садится играть в какую-нибудь игру, и некая механическая штучка, айтрекер, он выглядит вот такого размера примерно, как кинек трекает его глаза и позволяет ему управлять компьютером с помощью глаз. Вот. Ну, сейчас на концертах это, кстати, более фантастико, конечно. Вот он, вот он как выглядит. У нас ровно такой же, вот на следующей лекции можно будет с ним поиграть. Ну, минусы у айтрекера тоже большие. Они сейчас все ведь не доработаны. Допустим, человек должен сидеть все равно на одном месте. Девайс нужно каждый раз калибровать перед использованием. и так далее. Ну, то есть, тут большое поле для удушения. А хитмап выглядит вот так, кстати. Что такое хитмап? Это примерно то же самое, что карта кликов, только здесь не клики, а то, куда вы смотрели. То есть, понятно, что красные зоны — это то, где человек фокусировал свое внимание больше всего. Ну, допустим, это картинка, да? Какие-то отдельные синие точки означает, что он просто красный. Помимо хитмапов там еще есть Socrat Passways. Ну, это, ладно, покроем на перемещение к свету. Что дальше? Дальше об аттестировании. Об аттестировании. Ладно, попробую объяснить. Ну, допустим, нам необходимо провести об аттестировании плановых храниц ДН. Собственно, если коротко, то об аттестировании — это взять два варианта. Вариант А и вариант В. И протестировать, насколько пользователю, какой вариант ему больше понравился. Суть в том, что разница между вариантами должна быть минимальная. Допустим, это может быть цвет кнопки. То есть, допустим, в данном варианте, вариант А, у нас категория товаров верхняя в шапке выделена рыжая. В варианте В она у нас будет выделена там, не знаю, зеленая. И на сайт, в общем, загоняется много пользователей. Потом по той же Google аналитики смотрится, на какой вариант было больше конверсинга. Обычно, кстати, изменения по цвету, допустим, вешаются на какие-то call-to-action басы. Допустим, добавить в корзину или оформить заказ. То есть, не такие стоят, не неактивные элементы, скажем так, а именно call-to-action. Так, ладно, это все понятно. Где-то все понятно. Что касается самого процесса проектирования интерфейса. Что у нас будет покрыто в курсе и будет покрыта на практике. Это, кстати, официальная презентация из-за бюлити-сервисов компании. Поэтому она нам близко. Это неинтересно. Собственно, вот как происходит весь этот процесс. Первая фаза у нас идет за requirement discovery. То есть, мы едем с заказчиком. On-site, неон-site, неважно. On-site имеется в виду, куда-то там берут. Вытаскиваются из заказчиков требования в системе. То есть, чего он хочет, почему он этого хочет, как он конкретно этого хочет, действительно ли он этого хочет и так далее и тому подобное. Дальше идет solution design. Это, собственно, разработка некоего концепта, его будущей системы, которая также должна быть заказчиком, естественно. То есть, ну, если вкратце, то это может быть sitenap, например. То есть, это расположение основных блоков этого будущего приложения. И связи между собой этих блоков. Ну, кстати. Сейчас. Может быть, может попадать. Ну, в принципе, мы имеем в виду, например. В общем, цель такая, что у нас есть различные углы. Мы должны прописать связки между ними. То, как оно должно, в принципе, в будущей системе. Есть разные роли, есть разные страницы. Кажется, что здесь может быть страница, может быть каким-то действием и так далее. И вот это будет solution design. То есть, это концепт приложения. То, как экраны вообще должны взаимодействовать между собой. Дальше. Дальше у нас идёт white-frame. White-frame, я уже говорила, это некий скелет и скелет приложений. То есть, у них не должно быть какой-то стилистики, у них не должно быть какого-то color-style и так далее. То есть, так white-frame выглядят. Ну, примерно вот так. То есть, у нас есть оболочка. Это, допустим, приложение для айфона. У нас есть какие-то функциональные блоки здесь. Какой-то текст, который ни к чему не привязывается. И мы можем показать, как происходит, в принципе, взаимодействие. Как у нас меню вызывается и так далее. Как видите, здесь нет никакого стиля, допустим, какого-то цвета, определенных айфонов и так далее. То есть, это шорт и скелет. Ну, вот, примерно. Ну, кстати, обычно они делаются не цветными, чтобы специально пользователя не отвлекать на цветовые какие-то комментарии. Потому что, когда заказчик видит какие-то в айфрейме и они цветные, он начинает говорить, что вот здесь у нас что-то зеленое, я хочу розу. И много времени тратится на то, чтобы объяснить ему, что это скелет и что там цвет этой кнопочки пока не важен. Дальше, юзабилити эвалюэйшнс. Юзабилити эвалюэйшнс здесь имеется в виду любые способы исследования юзабилити. Юзабилити тестирования, A-B тестирования, i-трекинг тестирования, юзер интервью, что угодно. В общем, это то, что позволяет нам измерить юзабилити на нашем прототипе. То есть после шага 3 у нас есть какой-то, допустим, прототип, который мы хотим протестировать на шаге. И только на пятом шаге у нас идёт графический дизайн. Это означает, что на наши скелеты, на наш прототип уже натягиваются там всякие стили, цвета и так далее. Кстати, обычно всё начинается как раз с пятого шага и переходит потом на шестой, на седьмой. Ну, как обычно, с плохих процессов. Окей, окей. Если конкретнее. Reclenance Discovery. У нас есть какая-то идея у заказчика, что мы делаем. Мы вытаскиваем эту идею у заказчика, мы проводим исследование, анализ, и мы производим некую документацию на выходе. Какая это документация? Это будет спецификация, которая описана в серии requirement в системе. Это будет бизнес-митс, это будет некий vision-документ. То есть это такой очень яркий уровневый документ, который позволяет нам не отклоняться от цели данного приложения, чтобы как бы быть всегда в рамках бизнес-цели заказчика и не уходить от неё. И define target audience. Это нам необходимо определить, кто наши пользователи. Допустим, что это бабушки или это люди от 20 до 30 лет со смартфонами в руках. Потому что это тоже очень важно для разработки интерфейса. Дальше все эти бумажки превращаются в наши user journeys, которые я сейчас тоже покажу, и сайки. То есть на основании всех этих требований, которые мы получили, у нас получается некий концепт. Как выглядят с user journeys? Ну, примерно вот так. То есть это, по сути, связки между экранами, какие данные туда идут, что происходит при нажатии определенных кнопок на каждом экране, какие у нас... Ну, в общем, это полное приложение, только оно ещё на этапе прототипа со всеми связками и методами. Дальше создаются... Дальше создаются что? Вайфреймы. Ну, собственно, для user journeys уже используются вайфреймы, но это можно делать без вайфрейма. А дальше создаются динамический прототип. Он выглядит... Плохо выглядит следующим образом. Это... Ну, в частности, это прототип. Так, так. В общем, в чём смысл? Вопрос. В смысл? В виду, что это выгружаем, когда можно прийти. Ну, вопросы пока привела, что я так много это больше... В смысле? Ну, это слишком много вкладов. Ну, у меня такая проблема. У меня такая проблема, когда шеставель приходит, по-тям? Выскочил, что я говорю. Спасибо. 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 У нас есть расписание? Да. После видов. После видов. После видов. После видов. А доли там у нас еще нет? Я увидела, что я с какой-то. Кто на меня отходил? Да. Спасибо. Не хватает зала. Прототип. Собственно, прототип сделан в программе Art Show. Здесь можно что-нибудь выбрать из конкретных драм-даунов, можно в покликость, можно в течке, в покликость. В общем, это почти готовое приложение, только у него нет никаких данных, никакого подключения в базе, естественной технологии, которая может передавать что-то вполне. То есть в ютуберите тестирование вполне на это можно провести, поскольку в пользователях самое важное, это именно смотаково-морточка приложения, а не то, что внутри у него есть. Но не надо путать это с каждым приложением. Дальше у нас ютуберите тестирование. Ну, вернее, разные ютуберите тестирования. Это, может быть, экспертный ревизор, может быть, визор тестинг, может быть, айтрекинг. То есть мы берем этот картатив, заставляем его пользователям и получаем какие-то рекомендации. А на основании этих рекомендаций мы улучшаем наш картатив, наш гайд-фрейм, мы можем провести чёрную, взять с ютуберите тестирование, чтобы убедиться, что мы всё правильно поменяли. И только потом на это натягиваемся за графический дизайн. Ну вот, собственно, наверное, это всё. Попробуем. Спасибо. Вопросов нет, да? Ну, тогда всем спасибо. А, студент, останьтесь, пожалуйста. Ха-ха-ха-ха. Это бы хорошо. Спасибо.